Главная причина того, что клиент приобрел этот пассивной комплекс, является то, что он комбинированный и совмещает в себе сразу несколько агрегатов. Сразу все выполняют за раз. Три функции за раз. Добрый день, дорогие друзья! Это Денис Шпилев и компания ЛБР. Мы находимся в хозяйстве КФХ Антипенко Анны Леонидовны Архаринского района Амурской области. Недавно клиент приобрел у нас пассивной комплекс Агротор Комби 5200. И сегодня мы вам расскажем основные технические характеристики, нюансы и особенности этого пассивного комплекса. Главная причина того, что клиент приобрел этот пассивной комплекс, является то, что он комбинированный и совмещает в себе сразу несколько агрегатов. У бренда Агромастер по-настоящему огромная линейка комплексов под любой запрос. Пассивные комплексы Агротор Комби с шириной захвата от 3,6 до 12 метров. Ссылки на самые популярные модели мы оставим в комментариях под видео. Пассивной комплекс Агротор Комби 5200 используется с тракторами мощностью от 170 до 190 лошадиных сил. Но в нашем случае, из-за особенностей почвы и присутствия суглинка, клиент решил не рисковать и использует Кировец мощностью 300 лошадиных сил. А сейчас пройдем все более подробно по комплектации данного пассивного комплекса. Предпассивная обработка поверхностная происходит благодаря двум рядам разрезных дисков типа ромашка. Далее у нас идут три ряда культиваторных лап шириной 375 мм и с заглублением от 3 до 10 см соответственно. Это уже идет основная почвообработка, которая делает нам семи ложа непосредственно. Далее трубчатый каток окончательно подгодавливает почву к посеву, разбивает все оставшиеся крупные комки на более мелкую фракцию. Далее по семипроводу и через двухдисовый сошник уже непосредственно поступают семена. И далее уже все это прикатывается индивидуальной прикаткой, которая непосредственно обеспечивает максимальное прилегание почвы к семени. Также в стандартной комплектации данного комплекса должен быть установлен самостоятельный шнек-загрузчик. Но клиент решил его не ставить. Вся особенность в том, что данным комплексом он высевает сою. И дабы не рисковать культурой, которая достаточно крупная и под шнеки она подходит не совсем, ее может дробить, он решил загружать по старинке вручную. А сейчас старший механизатор Юрий Александрович ответит нам на несколько вопросов касательно данного посевного комплекса. Добрый день, Юрий Александрович. Подскажите, какое у вас первое впечатление от использования данного комплекса? Что вообще можете о нем сказать? Что я о нем могу сказать? Он выполняет не то, что сейлка получше, покачественнее. И качество у него неплохое и больше делает, чем сейлка такая. Ну и поля неплохо выравнивает. То есть главная особенность, как я понимаю, это то, что он сразу задействует несколько агрегатов в себе. И культиватор, и сразу сеет, все выполняет за раз. Три функции за раз. А вот если сравнивать с обычной СЗ, которая до этого сеяли, качество непосредственно самого высева лучше или хуже будет? Хуже. Хуже, да? Вот это лучший комплекс. А, комплекс лучше, сейлка будет похуже. А как вообще показали себя диски, лапы, разбивает ли каток непосредственно комья все? И достаточно ли этого, чтобы комплекс непосредственно уже начинал высев? Либо еще нужна какая-то дополнительная подготовка? Так, здесь, в принципе, всего хватает. И катушки прикатывают нормально, и диски, и культиватор нормально работает. Самосеялка нормально сеет тоже. Короче, все хватает здесь. Только закатать и все потом. Понял. Интересует еще один вопрос. У нас культура специфическая, то есть клиент в основном работает у нас по СОЕ. И хотелось бы поинтересоваться непосредственно по настройке нормы высева. Как вообще с настройкой? Быстро ли можно настроить? Либо это все проблематично достаточно под СОЕ именно непосредственно? Ну, под СОЕ-то его посложнее настроить. Под зерновые, наверное, легче будет. Под СОЕ, не знаю, он предназначен, нет, но тут что-то и шестеренок на нем не хватает, по-моему, на под СОЕ. Тут только под очмень, по-моему, под пшеницу. А именно саму культуру, то есть когда он высевает, он не дробит ее, не повреждает, то есть цельная, да, высевается, все хорошо? Понял. В принципе, все, Юрий Александрович. Спасибо большое за развернутый ответ. Всего доброго вам. Обращайтесь в компанию ЛБР, приобретайте технику у нас, запчасти. Мы всегда будем рады вам помочь и вашему хозяйству во всех вопросах. И попытаемся максимально оперативно все решить. Друзья, если вас уже заинтересовала цена на данный пассивной комплекс, то посмотреть ее можно традиционно на сайте по ссылке, указанной в описании данного видео. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш YouTube канал и также в Telegram. Вы будете первыми узнавать о новостях нашей компании, следить за ними. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok